Всем привет, с вами Мария и это видео обзор вещей, которых я купила практически за копейки. Если вы хотите посмотреть эти вещи, оставайтесь со мной. Первое, с чего бы я хотела начать, это тема сумок. Я купила когда-нибудь, очень давно, очень две обладельные сумки и сейчас вы их увидите. Первая сумка, которую я купила, самую первую, это была вот такая вот сумка. Вот, она блестящая, у нее такой типа пакетный какой-то вид. Сама сумка, вот, она небольшого размера, у нее ремень, который делается так, как вам надо, то есть ширина, длина и у нее вот такая вот ручка. Тут есть, знаете, кармашек, да, обычный карман, правда, подкладка розовая не очень. Вот такая вот кнопочка, вот, один кармашек, второй кармашек, там еще тут один кармашек и тут один кармашек на молнии. Вот, вот такая вот сумка, она очень офигенная, она летняя. Блин, эта сумка просто меня покорила, я ее увидела, ну, такая же просто. Комплекта у меня поменьше, у нее нет сзади кармана на молнии, у нее нет туда сверху кармана, как в той сумке, тут подкладка другая. И, что меня поразило, тут была этикетка от сумки. Ой, и эта сумка в общей стоимости стоит 54 евро. То есть, это дохрена, блин, люди, серьезно, 54 евро. Новая сумка, на ней нету, вот тут, типа, плеча такого, я не знаю, как она называется, как на той сумке, она в том, вот тут есть тоже, чтобы ее делать больше, меньше, вот, это такая вот. Вот, по комплекции они разные, то есть, это более белая, это более такая желтоватая, зеленоватая, я не знаю, как это сказать. Цветы на ней разные, то есть, разный вид. Ну, и вот это вот больше, а это вот меньше. То есть, в этом можно таскать каждый день, а тут более как на выход, там поездки какие-то. Если сюда влазит мой ежедневник, значит, это круто. Поехали дальше. Сейчас будет тема майок. Вот, это майка. Вот она такая вот, сейчас вам стану сюда, 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 сюда. И у нее, мне же нравится, попа-прикрывалка такая. Вот. То есть, принт у нее такие вот поптички, они разного цвета, вот как вы видите, увидите, увидите. Это фирма New Look. Мне поразило то, что я ее купила в люкс вещады за 20, ну, в ривну. То есть, такая бумага там стоила 70, ну, так как она, наверное, ее никто не видел, и ее продали за 21, ну, то есть, ааа, это просто, ааа, серьезно. И тут на ней есть вот такой вот милый карманчик. Но, это не обманка, это карман. Серьезно, в этот карман можно что-то ложить. Вот. Это чудо. Я обожаю такие майки, но я не хотела покупать в магазине, потому что для меня это... А, нет, дорого. Такого же плановайка фирмы Select, насколько я поняла. Вот. Она идет такая, типа, кружевная. Вот. Тут тоже сзади попа прикрывалка. Сзади у нее идет такая молния. Хрен знает, открывается она или нет, но мы сейчас это проверим. Так. Ну, как вы поняли, можно сделать дырявую спилу. Но я не вижу смысла в этом. Ее можно летом очень классно под высокие шорты. Это вообще вопрос. Обувь. Обувь, обувь, обувь. Я купила такие офигенные милые туфли на Secondy в Киеве за что-то за 15 или 30 гривен. Вот такие, блин, туфельки-золушки просто, понимаете? Ну, я не знаю, будет вам видно. Они очень клевые. Особенно вот эта вот штука. Она не портит весь вид. Чувак маленький. Вот это вот. Ой, я не могу. Это просто что-то. Они, типа, пародия на замуж. Я, честно, не разбираюсь сильно. Вот маленький каблучок. 36 размер. Все как надо. Все мое. Они очень милые, классные вообще. Типа, это туфли The Best. Тут можно, вон. Следующая вещь, которую я тоже купила на Secondy, я не могла от них оторваться, потому что, во-первых, они идут под мое летнее платье. Они идут под одной из этих сумок. То есть, сочетание моего платья, этих туфлей, этих босоножек и сумок, это просто фух. Еще бы какой-то такой милый, яркий мейкап, и будет отлично. Ну, вы поймете, кто любит Tumblr. Тем более поймут, наверное, я не знаю. Мне кажется, это может быть почти а-ля Tumblr. Вот. Такие хрустальные туфельки, блин. Они выглядят, конечно, на камере какие-то большие, но нет, они небольшие, если честно. Это 36 размер, ну, типа, стандарт. Вот. Они полностью резиновые, серьезно. Вот. Они полностью резиновые, они не сильно исхоженные, и они очень подойдут под платье. Тут идет такая вот резинка, полностью они резиновые, и в резинке такие блесточки маленькие. Не знаю, будет видеть. Вот такие вот офигенские туфли-босоножки, я не знаю, как это назвать. Выглядит это все вот так. Говорят, что я эту кофту сперла у дедушки, но я купила ее на секенде, не на развес, а лесной. Все знают, если кто-то с Киева на лесном секенде. Там, если порыться, там можно найти классные вещи, но по большей части ты так заходишь и хочется выйти, потому что там все лежит на таких больших поддонах. Короче, вы меня поняли. И, ну, не очень все классно, и есть на вешалках, только те вещи стоят дороже на порядок намного. Эту кофту вырыла. Вот такая вот кофта. Она большая, да. Ну, типа, я не спорю, что она здоровезная, но в ней очень тепленно. Правда, колется, я не люблю колечные вещи, но эта кофта, это просто... Класс. На ней вот такие вот листики на всей кофте. Вот, она самокричневая, вот такие пуховички. Да, есть какие-то дефекты, вон, допустим, ниточка вылезла. Вот, но это не сильно такая уж потеря. Если вам понравилось это видео, и вы хотите видеть что-то подобное, как этот видеообзор, пишите мне в комментариях, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Всем до встречи, пока!